Погиб, более 200 пострадали в результате взрыва и пожара на китайском острове Тайвань. Примерно у третьей из них сильнейшие ожоги. Некоторые в тяжелом состоянии. Случилось все в местном аквапарке во время вечеринки с развлекательной программой и световым шоу. Георгий Лебедев расскажет подробнее. Танцы, громкая музыка, световые эффекты. Вряд ли жители Синбэя, города на острове Тайвань, которые решили провести выходной в одном из местных аквапарков, полагали, что закончится этот вечер совсем не празднично. Любовь организаторов вечеринок, пиротехники и ярким спецэффектам, особенно на Востоке, давно известна. Но на этот раз она сыграла с ними злую шутку. Сначала заговорили о теракте, но довольно скоро выяснилось. Всему виной специальный порошок, разноцветный, светящийся в темноте и способный отражать свет стробоскопов. Те, кто распылил вещество над танцующей толпой, наверняка рассчитывали на красочное шоу. Но не учли, что порошок может загореться от одной единственной искры. Техническая неисправность, скорее всего, короткое замыкание спровоцировало сначала небольшое возгорание, затем сильный пожар и, в конце концов, мощный взрыв. Танцпол вокруг нас загорелся буквально за пару секунд. И всё из-за этого порошка. Люди в панике бросились в рассыпную. Кто-то попытался спастись от огня в воде, благо бежать далеко не пришлось. Потушить пожар удалось достаточно быстро. Но пострадавших всё равно более двухсот. У некоторых ожоги практически половины тела, опасные для жизни. Организаторы вечеринки, конечно, уже извинились. Пообещали найти и наказать виновных. Впрочем, отвечать перед законом по всей его строгости, скорее всего, придётся не только техническому персоналу, но и руководству фирмы, которой, кстати, принадлежит сразу несколько крупных аквапарков на Тайване. Говорят, что летом в каждом из них нет отбоя от посетителей. Но в ближайшее время принимать придётся ещё и государственных инспекторов с чередой проверок.